Всем привет! С вами Муза Рукоделия. Начинаем создавать кукол из игры Бравл Старс. И начнем, пожалуй, с девчонок. Мое первое видео, как сделать куклу Джесси. Джесси – это обычный боец класса Воин, который открывается на пути к славе по достижению 500 трофеев. Если тебе нравится игра Бравл Старс, то ставь лайк под этим видео, узнаем, сколько нас таких. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, и тогда вы первыми будете смотреть мои новые видео. Вы меня уже давно просите сделать героев из этой серии, и я подумала, почему бы и нет. Первой я выбрала Джесси, так как именно она победила в нашем голосовании в рубрике «Знакомимся ближе». Как вы уже поняли, я буду использовать новый апрельский скин Тануки Джесси. Мне кажется, что это очень крутое обновление. В игре Джесси будет стрелять из деревянного ружья голубыми голограммами лесных орехов. В целом, получился такой природный скин, и на первый взгляд может показаться, что это образ какого-то мишки. На самом деле, Тануки – это веселый барсук-оборотень, который в Японии считается символом благополучия. Как вы знаете, у Джесси уже было несколько образов, и какой же из них вам нравится больше всего, напишите в комментариях. Для нашей сегодняшней героини я выбрала вот такую куклу, и сейчас будем подготавливать ее Куаку. Прежде всего, нужно освободить ее от подложки. Куколка очень милая, мне кажется, что она прекрасно подойдет для нашей Джесси. Первым делом нужно снять аутфит. На кукле вот такой миленький сарафанчик в горошек. Снизу идет оборка из органзы. Сзади он застегивается на липучку. Снимаю его. На ножках полупрозрачные розовые туфельки. Также их снимаю. Вот так выглядит наша кукла без одежды. У нее резиновая голова, но очень плотная. В последнее время мне на таких везет. Тело у нее пластиковое, а ручки и ножки также сделаны из плотной резины. При желании их можно даже немножечко согнуть. Для тех, кому интересно, покажу прошивку. Снимаю резиночку. Волосы собраны в хвост, поэтому, скорее всего, там будет лысина. Да, так и есть. Вот она красотка. Само качество волос очень хорошее, поэтому я решила их сохранить. Заново собираю в хвостик. Беру машинку для стрижки и состригаю. И вот наш хвостик. Возможно, кому-то из кукол подойдет для прядок. Вот так выглядит сейчас наша голова. Хорошо видны все ряды, и их очень мало. Остатки волос выдергиваю при помощи пинцета. И вот такая получилась лысая девочка. Сейчас будем избавляться от старого личика. Стирать краску я буду при помощи ацетона. С этой куклой я еще никогда не работала. Надеюсь, что все пройдет хорошо и краска сотрется. Так, все отлично, слава богу. Вот такая у нас смешная основа для Оака. Сейчас она немножечко похожа на обезьянку, но надеюсь, что потом она будет красивой куколкой. Переходим к следующему этапу. Сделаем для куклы новые волосы. Вот такие яркие трессы я выбрала для нашей куклы. Несмотря на то, что голова у нее дубовая, я все-таки хочу ее перепрошить. И прежде чем приступить к работе, нужно подготовить саму голову. В цвет будущих волос я покрываю голову акриловой краской. Вот такая в результате у меня получилась красная шапочка. Теперь нужно подождать, чтобы краска полностью высохла. Прошло пару часов, голова высохла. Можно приступать к прошивке. Первым делом я распускаю трессы и ищу край. Голова у этой куклы слишком плотная, поэтому мне придется периодически ее прогревать. И делать я это буду с помощью фена. Голова в прогретом месте стала заметно мягче. Беру острый инструмент, делаю пару отверстий. Теперь волосы. Отрезаю от них небольшую прядку. Вот такую. Перекидываю прядку через палец. Поддеваю ее инструментом для прошивки. И вставляю в дырочку. Первая прядка на месте. Следом идет вторая. Рядышком. Основную рабочую зону, в которую я сейчас буду постоянно тыкать, замотаю лейкопластырем. Снова прогреваю голову и продолжаю прошивать первый ряд. Готово. Я прошила первый ряд по кругу. И теперь нужно в центре сделать пробор на две стороны. Покажу вам промежуточный этап. Вот такой смешной ирокезик. Это я прошила пробор на одну сторону. Теперь буду прошивать вторую. И вот прошло еще несколько часов. Пробор полностью закончен. Теперь осталось закрыть вот эти боковые залысины. И вот прошло еще немного времени. Голова полностью прошита. Я сняла ее с тела. Вот такой здесь, кстати, шейный шарнирчик. На данном этапе нужно хорошенечко проклеить голову изнутри, чтобы закрепить все волосы. Я это делаю вот таким клеем. Момент кристалл. После того, как заполнится голова, вытаскиваю клей и даю полностью высохнуть. И вот голова высохла. Я хочу вернуть тело на место. Для этого нужно прогреть шею. Резина стала мягче. Вставляю. Отлично. Теперь нужно уложить волосы, так как они торчат вверх, как фонтан. Для этого я иду ставить чайник. Чтобы уложить волосы, я поливаю сверху на них кипящей водой. Готово. Теперь нужно промокнуть волосы полотенцем и высушить на солнышке. И вот волосы немного подсохли. Я разделила их на две стороны по пробору. И сейчас будем оформлять височки. Поворачиваю голову. Вот такие они коротенькие в игре. Где-то чуть ниже ушка. Срезаю. Следом оформляю второй височек. Переворачиваю лицом вниз. Распределяю волосы по пробору. И делаю хвостики. Вот такая причесочка у меня получилась. Теперь нужно срезать длину. Мне нужен идеально ровный срез. Поэтому я делаю это только сейчас. Где-то вот на таком расстоянии отрезаю. Следом отрезаю второй хвостик. И теперь всю прическу нужно зафиксировать лаком. И вот такой получился результат. Мне кажется, что прическа очень похожа на волосы Джесси. Переходим к следующему этапу. Будем оживлять куклу. Я уже подготовила куклу. Спрятала волосы и тело под тканью. Перед нанесением базы нужно хорошенечко очистить лицо куклы от остатков лака для волос и всяких ворсинок. В качестве основы, как всегда, я использую суперклир. Сейчас я выйду на лестничную площадку. И нанесу его на лицо куклы в несколько слоев. А сейчас наша постоянная рубрика «Знакомимся ближе», в которой мы будем узнавать больше друг о друге. В прошлый раз мы с вами устраивали батл «Стич» против Пикачу. Мне тоже нужно проголосовать. Я выберу вариант. Нравятся оба. Теперь я вижу, как проголосовали вы. И сегодня с огромнейшим отрывом победил Пикачу. Он набрал 61% общих голосов. А сегодня у нас будет необычный поединок. Спанч Боб против свинки Пеппы. Жмите на подсказочку в правом верхнем углу. Поддержите одного из героев. А в следующий раз мы подведем итоги и узнаем, кто же из них победит. Прошло немного времени. Клир высох. Можно приступать к рисовке. На этот раз я не хочу особо мудрить. Нарисую лицо такое же, как и в игре. Вот такие смешные глазки будут у нашей Джесси. Теперь я беру белый акварельный карандаш. Кисточку макаю ее в воду. Набираю пигмент грифеля. И сейчас буду раскрашивать белки. Акварель я наношу дважды, чтобы не было просветов. После того, как краска полностью высохнет, подвожу глазки сверху. Для этого беру черный карандаш. На внешнем уголке я рисую довольно-таки широкую стрелочку. И на конце рисую вот такой приподнятый хвостик. Также черным цветом немного подвожу глаз снизу. Черной акриловой краской рисую зрачок в виде фасолины. Красным карандашом я рисую брови. Они выглядят просто как овал. Получается, что брови лежат прямо на глазах. Контур обвожу я карандашом немного темнее. Теперь я перехожу к носику. Беру темно-коричневый карандаш и рисую вот такую тоненькую полосочку. Нарисую форму. Сверху растушую пастелью. Ротик я рисую примитивный. Просто вот такая боковая улыбочка. Теперь я буду рисовать румяна. Беру ватную палочку, наношу на нее пастель. И навожу вот таким образом. Должна быть видна форма. Следом навожу вторую щечку. И чтобы не было так слишком ярко, немного сверху нанесу пастель посветлей. Также нанесу немного пастели на носик. Выделяю овал лица. Белой акриловой краской ставлю блики. После чего новое личико закрепляю клиром. И после того, как он высохнет, покрываю глазки прозрачным лаком. И вот так выглядит Джесси на данном этапе. Лично мне она уже нравится. Надеюсь, что вам тоже. В следующий раз я буду шить наряд, делать аксессуары для нашей куклы. Поэтому не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропустить продолжение. А на сегодня пришло время прощаться. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч. Всем пока.